Ну вот я и прибыл. КПС стратегической авиации РУНО. Двухэтажный подземный бункер. Он засыпан, но мародеры откопали давно вход. Еще есть второй вход. Сейчас туда съезжу. Уже отсюда могильной сыростью тянет. Проверил запасной вход. Теперь вроде как посмотрим парад. Но доступ есть в том и в том. Теперь осталось найти место ночевки, развести костер, от ужинать и спать. Добрался в общем до этого командного пункта, но решил уйти вглубь леса. Затащил велосипед, сняв предварительно белый рюкзак, а то это не подъемная тяжесть. Углубился метров на 25 в очень дремучий лес. И хорошо сделал, потому что сейчас слышу у командного пункта вот там вот, мужские голоса. Если б я там еще палатку ставил, вот за этим лесом, командный пункт. Я метров на 25-30 углубился в глушь эту. Надеюсь, они не будут там долго тусить. А может, я на этот самый командный пункт выйду под утро, как проснусь. В общем, темнеет и голоса возле сторони от этого командного пункта перестали раздаваться. А мне чтоб не сильно бояться ночью, я решил открыть баночку шпрот. А на завтра будет баранина. Всем доброе утро. Сейчас 7 утра местного времени. Моя ночевка в той чаще прошла успешно. Под утро, правда, проснулся от холода. Сейчас голосов посторонних нету. Хотя, что считать посторонний здесь. Сейчас попробуем обойти. Если увижу какую-нибудь машину в бункер, здесь не буду. Если не увижу, заброшусь с главного входа. Ну, вроде все тихо. Никаких компашек не видно. Так что, гол вруно. Когда так, кстати, тут проходили при приемке сдачи смены, как я читал на форумах, построение и именем Союза Советских Социалистических Республик приказывалось заступить на боевое дежурство. Первые артефакты. ЗКП РУНО. Залаза нет. Даже сюда всякие осквернители объектов добрались. Видно по следам, что вытаскивали всякую тяжело вешащуюся оборудование. Типо станина двигателя. Поломались все лестницы. Сам пропускник. Гермодверей почти нету. Точнее их нету, но какие-то эти остались. Тут прохладно. Пара за рта. Ну что, походим по этим сталкерским помещениям. Большой зал. Здесь есть совсем большой. Двухэтажный. Утальсяки. Походим по-балкỹскому сферу. Походим по материалу. Утальсяки. Oops. Напомним. Это был perceef Unce argument. Вогнит tienen увелич signator. наступить а вот вот Ух ты, летучая мышь, бет. Надеюсь, мэна здесь не будет, то с Бэтменом, я бы испугался одному, по-моему, дизельная, да, уже запахло соляркой, похоже, был пожар. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Целый уголок Пытались эту плиту сантиметра 4 освоить А вот стандартный шлюз сверху, чтобы спускать оборудование при постройке, потом закрывалось плитами и засыпалось. Привет! 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 Дима Торзок В общем, понятно. Лестницы там срубили, теоретически можно было зайти из другого входа, которому я вчера приехал, но там ничего такого другого и чего-то нового не будет. Так что решайте сами, надо ли вам это посещать или нет. Ну а я поеду сейчас на хранилище атомных бомб Доманово или Казаково. Там две деревни Казаково и Доманово. Посмотрим. Продолжение следует...